Всем здравствуйте, добро пожаловать снова на канал. Сегодня мы с вами находимся в необычном месте. Мы находимся у нас на море, в Альбире. Все потому, что у нас сегодня праздничный день. У нас 12 октября, день Испании, поэтому никто не работает. Я, возможно, даже попробую не чихать, но от солнца мне немножко дает солнце в глаза. Может, по-другому саду. Вот. И сегодня мы находимся на море с семьей, поэтому мы здесь. Итак, новости сегодня будут отсюда. Надеюсь, вам понравится тоже такой формат. Итак, во-первых, как я уже сказала, у нас сегодня праздник, нерабочий день. И по этому поводу у нас обычно всегда проходят огромные шефства, так сказать, парады. Что-то наподобие 9 мая, как у нас, да, поминаются те, кто погиб в войнах, в шествиях всяких разных, в завоеваниях. И ходит всегда парад артиллерии, так сказать, испанской армии. Я вам сейчас здесь поставлю фотографию, как это примерно выглядит. Ну и в этом году, конечно же, это будет намного меньше, не везде будет праздноваться. Только лишь будет в Мадриде у площади около замка главного. И там обычно бывает 4000 всяких разных военных, но в этот раз будет только около 500. И плюс ко всему будет, конечно же, будут короли, там монархи наши, будет президент государства, министр, ну и всякие автономные президенты тоже. И вот это такой праздничек, никто не работает, все лет задыхают, наслаждаются, как вы видите, за мной достаточно-таки много народу. Впереди тоже все люди наслаждаются теплой погодой. Итак, дальше расскажу про то, что в Барселоне хотят, думают произвести новые какие-то методы тоже по борьбе с коронавирусом. Примерно такие же, как в Мадриде, потому что число зараженных тоже очень сильно растет. И рекомендуют очень настоятельно телеработу, то есть работать с дома удаленно. Но пока что это не так, пока это только слухи, разговоры, ничего еще не подтверждено. Еще хочу рассказать, что у нас в Канарских островах на данный момент две новости есть про Канарские острова. Первое, это что, к сожалению, погибло буквально вот на выходных, когда я не рассказывала новости. Погибла женщина, 30 лет, она застряла на 41 метр от, то есть на глубине 41 метра, она застряла в таком, как старом корабле. Там очень часто делают субмаринизм, то есть дайвинг, погружаются туда, чтобы это все рассмотреть. Там и рыба есть, и фауна очень красивая. Ну и вот они туда погрузились с экскурсией, с группой дайверов, и она застряла, ее не смогли оттуда вытащить. И она, к сожалению, там погибла. Ее там нашли наши спецслужбы, дайверы тоже полицейские, они ее нашли, но, к сожалению, они ее тоже не смогли вытащить из-за очень тяжелого маневра. И пока что так, пытаются до сих пор оттуда достать. Но, к сожалению, даже такая вроде бы как обычная вещь, да, как дайвинг, особенно если это опытные дайверы, может закончиться плачевно. Никогда не знаешь, что может произойти, поэтому нужно радоваться каждым днем. И вторая новость про Канарские острова, это то, что на Канарских островах очень сейчас, на данный момент, может произойти большой кризис миграционный. Такой, как был примерно в 2004 году, потому что они перестают приезжать, то есть пришвартовываться шлюпки с мигрантами, которые с Африки. Очень много народу сильно пребывает. И вообще, по закону, первые 72 часа они находятся вот в таких лагерях, предусмотренных для них, да, с кроватями. Их там осматривают, ну и потом уже их распределяет Красный Крест, который у нас этим называют, который у нас этим и занимается, и миграционные службы. Но 72 часа им нужно где-то находиться, мест не хватает, ужасные условия, поэтому пытаются как-то сделать хоть где-то им убежище. И даже некоторые отели дают свои, как бы, места, открывают, чтобы там их принять. Потому что выхода нет, людей на улице тоже оставлять нельзя, это негуманно. Дальше, еще одна новость, это то, что у нас в Альбире, как раз-таки здесь, где я нахожусь. Но это не то, чтобы новость, это такой курьезный момент, хочу вам рассказать. У нас в Альбире делают бесплатную йогу всем желающим. Это что-то между йогой и тай-чи, такое, в общем, интересное занятие. С самого раннего утра, где-то 8 утра, приходит женщина, которая ставит музыку с колонками на вот там, в самом начале пляжа Альбире, около нашей этой статуи якоря. И она начинает там делать йогу, и все желающие туда приходят, вы представляете? То есть это такой позитивный момент для людей, дарить радость, расслабиться, научиться, канализировать свою энергию, научиться, так сказать, избегать стресс, что, в принципе, очень даже позитивно и очень сильно радует. Вот бы многие еще места другие как-то нам дали хоть что-то еще такое, знаете, позитивное, какую-то такую возможность, хоть как-то подешевле, что ли, делать что-то, потому что у людей денег нет, и такое вот бесплатное, бесплатное времяпровождение не может не радовать людей. Особенно тех, которые не могут заплатить за уроки йоги, но очень сильно хотят этим заниматься. Дальше еще расскажу, что у нас в Испании произошел очень курьезный случай, очень странный случай. Женщина подала в суд на своего бывшего мужа и просит у него 10 тысяч евро за то, что он в течение 5 лет их совместной жизни, то есть брака, скрывал от нее, что он нетрадиционной ориентации. На самом деле мужчина признался, что он бисексуал, то есть ему нравятся и мужчины, и женщины, ему все равно, но она подала на него в суд, чтобы он не возместил якобы моральный и психологический ущерб за то, что она 5 лет жила в обмане якобы. Но, конечно же, суд ее не оправдал иск, потому что человек имеет право выбора, человек имеет право сам решать за себя, чего он хочет и чего нет, и нельзя дискриминировать. Поэтому суд ей отказал, конечно же, в иске, никто 10 тысяч евро ей платить не будет. Хотела себе отпуск, наверное, за его счет или машину купить, но не получилось. У нас в Испании вообще с этим очень строго, у нас нигде никого не прижимают, считается, что люди имеют право на выбор, и у каждого есть свое мнение, у каждого есть право быть тем, с кем он хочет быть, и открыто об этом разговаривать. У нас этого никто не скрывает, поэтому, в принципе, здесь это такая нормальная тема, знаете. И еще хочу рассказать, что у нас в Испании после того, как все больше и больше лимитируют места, так сказать, в барах, где можно, то есть, подсидеть на террасах, сейчас 50% только можно заполнить, но все равно все столики стоят. И что же получается? В результате огромное количество баров, больше половины получили какие-то санкции, маленькие, большие, за то, что они слишком много людей позволяют, то есть, слишком большому количеству людей позволяют быть на этих террасах. Какие же им дают, какие же им дают эти, ну, выплаты заставляют делать? В общем, дают штраф от 3 тысяч 1 евро до 600 тысяч евро, больше полмиллиона. Представляете, дают штраф. Это в тяжелых случаях, когда прям вся терраса забита и вредит здоровью, не соблюдается дистанция, тогда уже считается сильное нарушение, и дают такой огромный штраф владельцу этого места. Это все делается для того, чтобы избежать контакта всевозможного, чтобы избежать, то есть, дистанцию максимально удержать, чтобы избежать заражения в итоге. Но не все это понимают, и многие бары и рестораны, просто отчаявшись от того, что у них нет денег, что скоро им крах просто грозит, да, и закрытие, они прибегают к таким мерам, ну, если один день никто этого не заметит, то замечательно, денежки в карман, но если заметят, то вот грозит вот это. И еще хочу рассказать, что у нас в Испании вообще очень часто есть проблемы с играми, то есть с игроманией, непосредственно потому, что у нас очень много развита популярная лотерея. У нас очень сильно развиты бинго, если кто не знает, это когда на таком картончике есть определенные номера, и когда машина крутит, вам выбивает номерок, если у вас он есть, вы зачеркиваете, можете выиграть либо линию, либо полный бинго, это когда вы все зачеркнули номерки, вот, ну, и, соответственно, приз получается какой-то определенный, зависит он от того, сколько картонов было продано и сколько там, так сказать, имеется у них в казне. Так вот, у нас в самой провинции Аликанте только 1500 человек имеют полный запрет на то, чтобы играть и чтобы покупать лотерею, и чтобы играть вообще в интернете, онлайн и везде, в бинго, например. Как же это делается? Их данные внесены в специальную службу, у нас она называется, сейчас вам скажу, регистра де интердикционис, то есть это такой регистр, который имеет все данные о этих людях, которые имеют подтвержденную болезнь, неграмонию, которым нельзя играть. Это добровольно, если вы хотите, то есть если у вас есть какие-то такие проблемы, и вы хотите, чтобы сами, например, своевольно не можете с этим справиться, но не хотите этого делать, то вы можете туда зарегистрироваться, и тогда вам просто-напросто запретят, если вы даже придете купить лотерейный билет, вам запретят. Вот, и все. Такое вот у нас есть, но очень много людей сейчас больше и больше, потому что особенно когда они могли выходить с дома, люди, так сказать, искали утешение в интернете, в играх каких-то, в картах, в общем, во всем этом, в всяких таких, так сказать, опасных вещах, искали утешение, искали времяпровождение, но и в итоге еще больше людей заболело вот этой вот игроманией. Ну, это негативные последствия от пандемии, что тут сделаешь. И еще расскажу последнюю новость, это о том, что если кому интересно, если кто когда-то мечтал поехать в Италию, у вас есть замечательная возможность, есть такая акция, так сказать, аукцион, точнее, где вы можете приобрести виллу в Тоскане, в Тоскане, представляете, за 27 евро. Что же это такое? Это лотерея, которую организует британская семья, которым принадлежала в течение многих-многих десятков лет, это вилла, это дом в Тоскане, ну и они решили сделать такую лотерею, чтобы его продать, и деньги, которые они соберут, пойдут на благотворительность, пойдет в английский фонд, который помогает деткам в Англии и в Шотландии. Так вот, лотерею можно купить онлайн, если вам интересно, если кто хочет посмотреть, я вам здесь фотографию дома поставлю, я сама не смотрела, только так немножко, что, как сделать, на всякий случай, если вдруг вам интересно. Продается 20 тысяч билетов только лишь, то есть вот этих вот тикетов, да, билетиков лотерейных, каждый из них стоит по 27 евро. Нужно зарегистрироваться в интернете онлайн, если вам интересно, я вам ссылочку здесь оставлю внизу, зарегистрироваться и оплачивать этот билетик, вам дается номерок. И 29 января следующего года заканчивается возможность, чтобы купить, последний день, чтобы приобрести эти билеты. И после этого, 1 февраля, так сказать, оповещается уже билетик выигрышный, то есть кто же выиграл эту виллу, представляете? Это вообще что-то, я никогда такого еще не видела, чтобы огромнейшую, красивейшую виллу, дорогую, которая стоит полмиллиона, просто так на аукционе за 27 евро, то есть на такой лотерее разыгрывали, представляете? Но это замечательная возможность, почему бы и нет? Они, кстати, оплачивают билет потом в Италию людям, билет оплачивают, чтобы лететь в Италию, чтобы там оплачивают все, так сказать, деньги, которые нужны, чтобы пойти к нотариусу, чтобы поменять титул хозяина, все оплачивают они, вам только нужно якобы приобрести этот билетик за 27 евро. Это не агитация, чтобы его покупали, просто рассказывают такую курьезную вещь, которую я никогда в жизни еще не видела. Только 20 тысяч продают билетиков онлайн, чтобы увеличить шансы людей выиграть, потому что если будут там 100 тысяч, миллион, да, то это шанс один к миллиону, поэтому как бы это не очень реалистично. Вот. Очень интересная вещь, меня это очень сильно удивило, и часть тех денег, которые они соберут, конкретно до 54 600 евро, они решили такую цифру, чтобы дать вот этой вот организации по помощи деткам в Англии. Что вообще замечательный поступок, конечно, если им не нужен этот дом, и они хотят сделать благое дело, то почему бы и нет? Это всегда приветствуется, и это вызывает восторг, просто и радость, что есть еще такие люди, которые думают не только о себе, а о других, особенно в том случае, если они могут помочь, им это особого труда не стоит. Так что браво им. Дальше расскажу немножко про спорт. В спорте у нас две новости. Это то, что в Реаль Мадриде Кросс наконец-то вернулся. Вы знаете, что он в сентябре, если кто интересуется футболом, он в сентябре у него получил травму, не играл, пропустил два последних матча, но наконец вернулся. Зидан сказал, что в принципе он в очень-очень хорошем состоянии, надеется, что он сможет играть в следующем матче. Вот так. Хотя бы какая-то позитивная новость для Реаль Мадрида. Ну и еще про теннис. Роланд Гаррос закончился. И отгадайте, кто выиграл? Наш испанский Рафанаган. Ура! Он выиграл. Это 13-й его титул по счету, 13-й финал, 13-й кубок. Я вам здесь поставлю фотографию о том, как он радовался с этим кубком. Все говорили, что он как зверь, как бомба энергетическая. Всех заразил своей энергией, своим энтузиазмом. И очень-очень сильно, твердо, решительно играл. Ну и поэтому и победил. Я вам уже говорила, что то, что он играет с Диоковичем, это всегда это уже обычный для них матч. Они больше 60 матчей вместе сыграли. Поэтому для них это как бы обычная вещь. Они не стрессуют, не переживают. А просто играют, как друзья. Ну и вот он выиграл. Поздравляем его. Что же касается погоды. Как вы сами видите, у нас безоблачное небо. Небо безоблачное. Температура у нас не так жарко. Я в жилеточке и в кофточке легкой. У нас здесь на данный момент это 22-23 градуса по всему Валенсианскому округу. На севере немножко есть облака. И там где-то от 16 до 20, что в принципе тоже не так уж и много, но и немало. Нормальная погода. В Мадриде плюс 18. На Канарских островах единственное место, где пока очень сильно жарко, кроме Юга Испании. Там еще 28-29, ну а на Майорке 21, потому что там облачно и может быть немножко дождик. Люди еще купаются, кстати говоря. У нас сейчас желтый флаг, предупреждение, что купаться можно, но осторожно, так сказать. Но людей много. И чтобы закончить эти новости, я вам покажу, что же творится на пляже. Вот, смотрите. Вот такой вот у нас пляж. И там, сзади меня еще много людей. Надеюсь, что вам было интересно послушать сегодняшние новости. Я была очень рада вас видеть и вернуться после воскресного отдыха. Всем большое спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается на канал. Наша семья растет по-прежнему, что очень сильно радует. И стимулирует, чтобы дальше и дальше для вас развивать канал. Чтобы улучшать видео, улучшать звук, улучшать аудиотексты. В общем, чтобы готовиться для вас. Всем большое спасибо. Не забудьте поставить лайк, подписаться. А если подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Всем пока-пока и замечательного вам сегодняшнего дня.